друзья вы на канале тот самый шашлычок хочу подробно рассказать про куриный балык потому что как бы в комментариях спрашивают у кого-то получается у кого-то не получается у кого-то пересоленный если вы смотрите мои видео то у меня есть и карпаччо баструма и балык куриный и как бы свиное мясо все зависит от того почему у вас получается пересоленное мясо куриное там или свиное просто я во всех видео говорю что не более 10-12 часов держите в соли промывайте если держите где-то сутки сутки да я вот допустим себе делаю когда хочу к пиву ну такое конкретно соленое мяско да то я его солю грубо говоря сутки вымачиваю где-то часа два каждые полчаса воду меняю она не получается такое соленоватое как раз к пиву если вы же хотите просто вот такое мясо то вот это вот солилась 10 часов соль специи вот соль специи высыпаю перемешиваю вместе солью засыпаю в контейнер и 10 часов она солится потом промываю где-то сейчас она у меня полутора в воде каждый полчаса также воду меня холодный бумажными полотенцами я его сушу и вот здесь у меня грубо говоря паприка простая паприка сладкая и копченая в перемешку я делаю паприку вывешиваю на шампурах на трубе или под вытяжку вентиляции вентиляцию включать не надо при комнатной температуре это достаточно вялиться она у меня сутки опять же если вы хотите получить вот такую структуру хорошую мягкую приятную не соленую и не засушенную опять же если кто-то любит к пиву посуши держите двое-трое суток все зависит от кусков от толщины кусков какую грудку вы я беру как бы курица уже целые из куриц я вырезаю как бы это дешевле чем покупать отдельную грудку и как бы посвежее я считаю вот здесь вот у меня грубо говоря как я говорю получилось структура хорошая мягкая то бишь могут кушать дети да еще немаловажно но если хотите чтобы у вас не было никаких там сальман сальмонелл ничем не болели не червей никаких эпистрахозов то грудку эту свежую когда вы с курицы вырежете кладите в раствор уксусный 9 процентный уксус 50 миллилитров на литр воды полчаса достаточно чтобы она просто лежала свежая грудка в этом растворе потом промывайте и делайте как я уже говорил высушиваете и солите я делаю это со всем мясом потому что на базаре грубо говоря если вы покупаете где-то мясо но лежит на прилавке неизвестно какие там бактерии где его как его рубят какими руками берут все равно он будет грязно даже если вы будете брать в магазине все равно его надо вымачивать в уксусном растворе не переживайте мясо пахнуть уксусом не будет это 9 процентный уксус на литр воды 50 миллилитров покрывается полностью мясо и полчаса она просто напросто там лежит в этом растворе далее промывайте и все делаете что хотите так же как гуляш а жарить там или суп любое мясо надо вымачивать мясо как бы вот и грудку я уже показывал вот она структура нарезанная мягкая очень вкусная она не соленая и и просто ну и как деликатес и приятно кушать и такое к мясу такому к любому относятся что к свиному если хотите чтобы она была не соленая не держите долго более 10 часов держать не надо тогда получится все замечательно как здесь вот у меня она прям блестит его видно слегка подсушенная блестит ну куриная грудка да и вообще курица это как бы диетическое мясо можно делать с индейки но индейка дороговато все вроде бы все объяснил если будут какие-то вопросы спрашивайте задавайте все расскажу объясню специи почему паприка она как бы не ну ну мне нравится на слегка копченым подпад подпахивает и слегка сладким отдает просто в перемешку меня вы можете делать как бы я делаю разнобой и с лавровым листом и с кориандром и с острым красным перцем и с черным с базиликом фантазируйте что вашей душе будет угодно все думаю ответил на ваши вопросы приятного всем аппетита а с вами был я тот самый шашлычок до скорых встреч и новых видео до свидания